Великий пост – одно из самых важных событий для православного мира, особое время для церкви. Значимость перехода от обычных будней к Великому посту видно даже во внешнем убранстве храмов. Завесы в алтаре и покрывала для церковной утвари меняются на черные. Священники также переоблачаются в темные одежды. Даже прихожане одеваются немножко по-другому, по постовому. Великий пост само богослужение становится особым. Это просто, так сказать, напоминание, что ли, о том, что мы должны быть обращены в это время в большей степени к себе, внутрь себя, внутрь своего сердца. Вот и все. Опять же, это некое такое томление, подготовка, чтобы когда одежда поменяется на красный свет, чтобы наша душа это почувствовала ярким, так сказать, образом. Время Великого Поста – самое строгое в плане воздержания, как в еде, так и в развлечениях. Церковь призывает христиан отказаться от привычных удовольствий только для того, чтобы сосредоточить свое внимание на духовных аспектах своей жизни, постараться стать лучше и чище, побороть в себе злые наклонности, обратить внимание на ближних и на тех, кому нужна помощь. Для того, чтобы пройти это время с пользой, с духовной пользой, для того, чтобы открыть сердце Господу, потому что Господь требует от нас чистоты сердечной, мы проходим поприще поста, и этот пост заканчивается воскресеньем, Христовым Пасхой. Поэтому, и проходя это поприще, поприще поста, конечно же, мы усиленно обращаем внимание на свой духовный мир, на состояние своей души. Настроиться на духовный лад в суете рабочих и бытовых будней кажется непростой задачей. В этом помогает посещение храма и служба Великого Поста, домашняя молитва. Старший священник храма всех святых протеерей Александр Брюховец говорит о том, что главное для человека, который хочет поститься – решимость и желание. Господь учитывает то, что мы бываем и слабы, поэтому если у нас есть желание, мы можем стартовать с любой, как говорится, позиции, с любого времени. А плод он будет, и радость тоже будет, и какие-то достижения будут. Поэтому тут главное не откладывать, а взять, пойти, взять и начать. Также особое время для верующих – Страстная Седмица, которая посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Заканчивается Великий Пост праздником Пасхи. В этом году – 16 апреля. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.